Сразу скажу свое мнение, что это бесполезная вещь, которую рекламируют люди, занимающиеся в тренажерных залах по 8 лет и уже имеющие опыт тренировки. Неважно, девушка или мужчина выполняет упражнения в уличном тренажере, они всегда подтянуты, подкачаны, выполняют тренировку в тренажере для рекламного ролика, а потом забирают свой гонорар и ушли опять тренироваться в свой любимый тренажерный зал, таким образом заводят вас в заблуждение, что мало они красивые, накачанные, занимаются на таких тренажерах и ты занимаешься, ведь у них получится, несмотря на то, что они победители различных соревнований по бодибилдингу. Однако из главных отличий отсутствия утяжелителей, уличный спортивный комплекс предназначен для работы с собственным весом тела. Сколько у вас килограммов такая нагрузка и будет, если нет возможности накидывать вес для увеличения нагрузки, то накачаться будет весьма проблематично, а если сказать честно, то не накачайтесь никогда, так как вам в дальнейшем придется выполнять большое количество повторений. На таких тренажерах не получится тренироваться в силовом режиме, так как нет утягощения, которое позволяло бы выполнять упражнение в диапазоне 3-6 повторений в подходе, что необходимо для тренировки на силу. Выполняя по 20 больше старений в подходе, вы будете тренировать силовую выносливость и тренировка ваша будет похожа на кардио, о силе и массе можно не мечтать. Плюс ко всему на таких тренажерах движение выполняется одно и то же и в скором времени происходит адаптация организма и это упражнение не будет приносить никакого тренировочного эффекта, а лишь будет служить разминкой или добивкой после базовых упражнений, таких как подтягивание и отжимание на брусьях или от пола. Если говорить о кардио тренировке, то необходимо перед тем, как вы начнете заниматься на тренажере, хорошенько размяться. Наверняка вы слышали, что кардио тренировка позволяет сжигать подкожный жир, но не все знают, что для того, чтобы ишла работа по жиросжиганию, самый главный момент это ваш пульс. Он должен быть не ниже 120 ударов в минуту, плюс к этому тренировка на таком пульсе должна быть не менее 30 минут. Теперь представьте, что вы начали работать на уличном тренажере, как правило это работа с собственным весом, а зачастую через механизмы рычагов это еще меньше. И для того, чтобы вам добиться эффекта тренировки или начать сжигать жир, вы должны работать 30 минут в определенном темпе, одно повторение, например, в 10 или 5 секунд, в зависимости от типа тренажера и тренированности человека с пульсом не ниже 120 ударов в минуту на протяжении 30 минут. Но вряд ли так кто-то делал. А дальше, если вы выполняете эту работу, происходит адаптация организма. И для того, чтобы добиться дальнейших успехов, вам на таком же тренажере необходимо будет работать еще быстрее. Тоже выполнять, например, одно повторение в 4, а то и в 3 секунды. В тренажерных залах эту адаптацию уменьшают за счет большой вариативности упражнений. Так что, на мой взгляд, эти тренажеры для кардиотренировки мало чем вам помогут. Если вы решили за себя взяться и начать тренироваться, лучше бегать в одном темпе без всяких ускорений, прыгать на скакалке, либо плавать в бассейне или ездить на велосипеде, если нет у вас противопоказания. Главное правило это пульс не ниже 120 ударов и продолжительность не менее 30 минут. Эти тренажеры не делают сильнее молодого человека, если ему 14-16 лет и он не может потянуться 10 раз собственным весом. Конечно, проще сесть в тренажер и выполнить тягу на спину, которая будет имитировать выполнение подтягиваний, но с весом намного меньше в 2, а то и в 3 раза в зависимости от рычагов. И вместо того, чтобы выполнять тренировку, которая способствовала бы выработке различных физических качеств, он максимум, что сделал для себя, сидя в тренажере, это зарядка для своего организма. А тренировка и зарядка это разные вещи. Оставляйте свои комментарии, будет интересно, каких результатов добились вы, если тренировались на уличных тренажерах и какое мнение осталось у вас после тренировки на таких тренажерах. Всем пока, смотрите следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok